Всем привет дорогие подписчики и кто еще не подписался на мой канал. Меня зовут Сергей и сегодня мы поговорим о адаптере мотоблока и ворошилке. Пришло время заносить ворошилку. У меня все лето стояла эта ворошилка на улице. Сейчас надо заносить. В этом году я использовал этот адаптер с ворошилкой три раза. Мы скосили люцерну. У нас общих 60 соток травы, люцерна скажем. И три раза я использовал этот адаптер и ворошилку. Вот что я неправильно делал. Конечно стояли они на улице. Очень плохо. Если каждый раз заносить, это конечно тяжеловато. Поэтому я оставляю это на улице. Буду сейчас снимать колеса. У ворошилки у меня три колеса. Есть у него транспортное положение. Можно также этот адаптер использовать как для плуга. Специально вот такое оборудование есть. Этот не подходит. Вместе в комплекте идут. Я показывал, как я использовал этот адаптер с мотоблоком Агро. С плугом я пахал землю, где была посажена витка на сено. Ну что сказать. Я использовал этот адаптер и ворошилку уже второй год. Пока никаких изменений нет. Все нормально, все работает. Вот стоят. Вот стоя этот адаптер и ворошилка стоят на улице. Вот уже появились немножко ржавчины конечно. В этом промах. В остальном все нормально. Пока никаких поломок не было. Все спицы есть. Прочное сделание. Мне очень нравится. Вот два сезона. Значит в первый сезон три раза. В первый год и во второй год три раза еще у меня этот адаптер с ворошилкой брал сосед. У него тоже есть мотоблок Агро. Но у него нет ворошилки. Поэтому берет у меня. Вот буду сейчас снимать колеса. Тут всего-то два ключа надо для ворошилки. Ключ на 24 и на 19. 24 ключи мы откручиваем вот эту здесь. А 19 колеса. Буду откручивать колеса. Буду откручивать колеса. Я про эту ворошилку много раз рассказывал уже. Очень выручает. Если у вас есть свой огород, где посажена трава. Где посажена люксерна. Вика на сену. Если мы раньше поворачивали сено 2-3 дня. А сейчас нам для этого нужно только пол часа. Я с этой ворошилкой работаю только пол часа. Сейчас буду снимать вот эту. Вот так подректируется с помощью цепа. Кто имеет такую ворошилку. Прямо может поставить класс. Не жалея. Может поставить сразу палец вверх. Потому что это хорошее, надежное оборудование для мотоблоков. Вот снял. Сейчас буду снимать эти колеса. Для этого мне нужен будет молоток. Чтобы они стоят крепко в подшипниках. Там. Молотком надо будет подстутывать, пока я за молотком убиваю. Принес молоток. Вот я вытащил две штуки. Вот так. И все. Вот так. Мелоток. Легко вытаскиваться. мне самые главные цена для адаптера и цена для порошилки не интересует я сейчас поработал с ними это вообще сделано классно мастера сделали я видел колхозы трактора работает как они работали для такой техники для малой это удивительно хорошо мы если раньше мы живем дома у нас 5 человек но мать у меня инвалид 1 степени она работать не может мы четвером работали 20 соток делали с граблями ручными по часу или по два часа а сейчас с мотоблоком и с ворошилкой мы все я с мотоблоком работаю за полчаса 20 соток поэтому кто имеет такое оборудование такое оборудование точно скажет классная вещь я все это буду заносить в гараж где у меня стоит мотоблок колеса вот эти резиновые я кладу в подпол немного шины спускаю эти колеса от ворошилки я привязываю к стене и потому что если все это в комплекте заносить это много места занимает адаптер конечно только снимается колеса остальное гаражи стоит на зиму если на зиму колеса оставить на улице потом весной здесь трещины пойдут поэтому я обязательно колеса за наш заношу домой в погреб там подпол называется у нас где называют погреб и там они стоят до весны потом обратно комплектую весной и выношу сюда открытое пространство здесь стоит и когда надо пользуемся этим оборудованием поэтому кто еще не имеет такой такое оборудование не не пожалейте на этом у меня все не забудьте подписаться если этот материал был для вас полезно не забудьте ставить лайк если может кому-то надо делиться с этим материалом всем пока